Подсолнечник Это гибриды для классических технологий, это неубиенный вариант выращивания подсолнечника, который не является идеями отрибута наших полей. Это гибриды предназначены для производственных системах Клевфер и Клевфер Плюс, а также гибриды адаптированных с ульфотехнологий. С 1982 года, вот территория от корпусовхоза Матвеев-Курганский, 7600 гектаров пашни, здесь с 1982 года не пахался практически ни один гектар, за исключением, ну нельзя сказать ни один, может в общей сложности, там 300 гектаров за все время. Это проводилась спашка. Остальное все, это плоскорезная обработка. Плоскорезная, ну глубокое рыхление вместо спашки, естественно. Как, что в принципе, сеется подсолнечник в основном после озимой пшеницы, в лучшем случае через два года. Какая технология? Дискуется сразу после уборки, провоцируется сорняк. Потом, через определенное время, есть или нет осадков, мы дискуем второй раз. Если же проходят осадки, мы пытаемся вносить где-то что-то из азотных удобрений. Что это будет? Последнее, в этом году, в прошлом году, это был, будет и есть КАС. Или аммиачная селитра 100 литров. Затем глубокое рыхление на глубину 27-30 сантиметров. И затем, затем осенью обязательно культивация. Культивация обязательно. Удобрений под основную обработку мы не вносим. Не потому, что мы не хотим, потому что, я же вам говорил, обстановка не совсем хорошая. Все, что можно вносить, мы вносим под предшествующую культуру, то есть под озимую пшеницу. Мы, наверное, первые в округе, которые начали заниматься гибридом. Первый гибрид Лимогрейн, это ЛГ-56-65. И так мы потихонечку идем. Средний урожай, ну, в пределах 30 сантиметров ниже, ну, один год может быть. А так, 30, даже были 34 года назад, у всех был высокий урожай. С площади 250 гектаров мы получили по 40 сантиметров, гибрида 59-580. То есть 250 гектаров, 1000 тонн. Ну, не потому, что мы, я же говорил, что портфолио надо, портфели так чуть-чуть нет, может быть, немножко сингенты. Всего, но у нас получается так, что где-то в пределах процентов 90-95 занимает гибриды Лимогрейн. Мы ни о чем не жалеем. Мы получаем нормальный урожай. Это новая генетика, новый гибрид 5529 СХ. И, как вы можете видеть, его слоган – это надежность, стабильность и неприхотливость. То есть, как раз-таки, это оптимально, еще одно оптимальное решение для засушливых регионов. То есть, гибрид очень неприхотлив. Делянка его находится за моей спиной. Вы можете видеть, как выглядит фенотип этого гибрида. То есть, данная генетика, данный продукт очень хорошо оптимизирован к засушливым условиям. Это будет дополнительное решение в сегмент 59-580. Вот что есть конкретно у этого гибрида. Но я начну с его особенностей. Вы можете обратить внимание, растение даже здесь достаточно высокоросло. По сравнению даже с 59-580. Но это то, как он на самом деле выглядит по своей генетике. В условиях достаточного улажнения он может вытягиваться. То есть, он достаточно высокорослый. Поэтому мы прежде всего рекомендуем его для условий Ростовской, Волгоградской, Саратовской области. Там, где повышенный риск засухи, там, где повышенный риск заразихи. Гибрид семирасовый, устойчив к семирасам заразихи. И, как мы говорили, это в экспресс-сегменте, в сегменте гибридов устойчивых для гербицидов трибилуронметилгруппы. Это наиболее оптимальное решение. Потому что за счет препарата, как, например, в сегменте Клиарфил, Клиарфил+, мы контролировать заразиху не можем. Поэтому очень важно генетический контроль, так как и в классике это нужно. Нам так скажи, ну, это практически Мерседес, да, Климогрен, потому что это абсолютно новая генетика, новое направление, которое мы несколько лет развивали в сегменте именно в рамках данной технологии. 50-559, это, ну, как вы можете уже прочитать, это океан возможностей. Почему эта генетика настолько интересна? Это топовый сегмент в нашем портфеле. Он сочетает в себе все необходимые качества, которые на сегодняшний день нужны на рынке подсолнечка. То есть он решает многие задачи. Какие? Ну, прежде всего, оптимизирован для гербицида, соответственно, гербицидов на основе трибилуронметила. Отлично держит препарат. Вы обратите внимание, растения компактные. То есть он невысокорослый, хорошо оптимизирован к уборке. Ну, примерно, да, такой среднерослого типа. Опять будет зависеть от условий увлажнения. Это семирасовый гибрид. Это, как я уже говорил, в нашем портфеле эта генетика максимально обладает толерантностью к ржавчине. То есть его не надо обрабатывать фунгицидом, он спокойно ее держит на уровне генетики. Также обладает хорошим комплексом, комплексной толерантностью к ряду болезней. Никаких болезней. Фомопсис, белая гниль, пепельная гниль, вертицелезное видание. Если вы откройте каталог, посмотрите, да, у него одни из максимальных показателей по болезни. Соответственно, он в этом плане неприхотлив. И здесь нет каких-то, ну, таких ограничений, да, по региону. Если мы говорим 59,580, пожалуйста, ребята, это засухоустойчивая генетика. То есть здесь этот гибрид более универсальный в этом плане. И, ну, с ним можно работать в различных почвенно-климатических условиях. И есть нюанс какой. Гибрид среднеспелого типа, поэтому, ну, там, где короткий период вегетации, ну, какие-то, наверное, на Красноярской области не особо относятся. Ну, Саратовская, Оренбургская, например, там короткий период, то есть он может не вызревать. Ну, или те, если вы хотите более ранний срок уборки, то тогда вот гибрид 59,580 будет лучшим решением. Здесь среднеспелый продукт, но, опять же, позволит вам оптимизировать севооборот. Ну, то есть начинать можно уборку с 59,580, потом переходить на, допустим, этот продукт. Ну, вот он решает такие задачи. Ржавчина, заразиха, очень хорошая оптимизация гербицидов на основе трибелурон метила. Вот такая вот новая генетика, новое решение. А сроки сева рекомендуют? Да, ну, и в связи с этим тоже можно рекомендовать сроки сева наиболее ранние, потому что группа спело-сестри не спела, чтобы он успевал проходить в оптимальные сроки фенофазы. Еще вот один момент, связанный с ранним посевом. Смотрите, спасибо, Роман. Спасибо. Если 59,580, то я не знаю, в прошлом году многие коллеги столкнулись с таким моментом, что в связи с нестандартными, да, каждый год, наверное, нестандартные, но в прошлый год были очень влажные погодные условия, обильные осадки, и проявлялась сложная мучнистая роса. В этом году мы решили этот вопрос за счет применения специализированной обработки, за счет мифеноксама. То есть гибрид будет в опроне, уже с этого года многие могли видеть это. То, скажем, что вот эти два новых продукта, новые генетики, они не требуют дополнительной обработки, они за счет тоже своей генетики обладают максимальной устойчивостью ко всем известным на сегодняшний день в России расам ложное мущество росы. Поэтому эти гибриды не поражаются ЛМР. Соответственно, это также гарантия того, что их можно сеять в ранний срок, вот конкретно вот этот продукт. То есть здесь есть надежность и гарантия того, что гибрид не будет поражаться. Ну, у нас большие надежды на данный гибрид и большие планы именно в продаже данного продукта. Вот, обратите внимание, Николай Федорович, прошу прощения, я одну корзиночку позаимствую. Вот корзинка у этого гибрида выполнена всегда. Мы смотрели его в различных условиях в Краснодарском крае, в Оренбургской области, в Пензенской области. То есть он всегда выполнен. И можете, ну, кто не верит, можете посмотреть семянки. То есть они всегда выполнены максимально без пустых вообще, без пустых семян. То есть это вот особенности этого гибрида, особенности генетики. Очень плотная, укомплектованная, да, так скажем, корзинка, что дает ему как бы дополнительное преимущество как раз вот в условиях засухи, в условиях стрессов. И отклоняясь, да, от традиционных правил, многие знают компанию Лимогрен с гибридом, гибриды которой максимально адаптированы к засухе. Ну, пятерки, 42-й, наверное, все знают. То как раз вот мы ушли немножко в сторону, отклоняясь, да, от этих правил. 50-541 это один из самых пластичных гибридов в нашей линейке. То есть у нас, в принципе, по нему нет особых ограничений. То есть это один из универсальных продуктов в нашей линейке. То есть очень хорошо себя показывают в различных почвенно-климатических условиях. И мы думаем, что это один из наших будущих ключевых драйверов в нашем портфеле по объемам продаж и по результатам. Поэтому также обратите на него внимание. Гибрид высокопотенциальный. У него есть все показатели, чтобы быть надежным решением в условиях как раз Ростовской, Волгоградской области, где существует ряд вот таких проблематик, как засуха, как заразиха, как сорняки. Потому что технология Clearfield Plus и, в частности, как раз применение гербицида на данном гибриде обеспечивают полный контроль всех сорняков. Вы можете видеть это в поле. Коллеги, еще это год совки лугового моделька. И мы здесь заметили, что на этом гибриде ее в два раза меньше. С чем это связано, пока непонятно. Потому что и цивление в одно время, может какие-то не нравятся, допустим, опошения листа. Но обратите внимание, что на нем меньше повреждений в два раза. Это как, допустим, дополнительное решение, дополнительный бонус борьбы с сокой. И мы подошли к нашей новинке. Новый гибрид. Я его вижу, например, первый раз в этом году. Пока он мне очень нравится. ЛГ-50-450. Очень универсальный. Подходит под любые почвенно-климатические условия. Как нам показывали наши специалисты, кто его заводил в Россию. Он сейчас регистрирован практически по всей стране. Очень пластичный. Прекрасная портфолио по заболеваниям. Устойчивость к заразихе? Да, максимально. Устойчивость к ламерам? Да. Единственное, мы любим хвалиться нашей устойчивостью к ржавчине. Он из 9 баллов, восьмерка. Ну, это тоже прекрасно. И говорили, ржавчина может дойти. Она есть в этом регионе. Николай Федорович, по-моему, в прошлом году на ИС-9-580 мы увидели. То есть ржавчина здесь присутствует. На этом гибриде ее не будет. То есть он практически максимально к ней источник. То есть комплексный устойчивость ко всем заболеваниям с хорошим маслом дает этому гибриду хорошие шансы дополнить 55-80. Хоть у него четверка, но он на средне-ранние у нас больше претендует по срокам созревания. Да, в этом году мы удивились. Мешок. А, у нас была полпосевной единицы при посеве. Полпосевной весила 8 килограммов. Извините, 9. То есть посевная единица 18 килограммов. Я таких мешков еще не видел. У нас были по 16, 55, 80 и другие. Но вот сумма 8 разы это вообще. Сегодня мы находимся на полях ОНПП гибрид, где проводится демонстрация, демонстрационное обучение, можно сказать, фермеров. Потому что фермеры знакомятся со всем новым передовым, которое накопилось за последние 2-3 года, которое они не видели наяву, которое только было на бумаге. Вот, поэтому все сейчас думают о том, что чем, в принципе, засевать поля свои, какими семенами засевать подсолнечника в будущем году. С компанией «Лимагрин» мы работаем более 10 лет. Это стабильные гибриды. В сельском хозяйстве самое основное – это стабильность. Это не так, чтобы один год получил 35 центеров, 40, а на следующий год получил 12-15 центеров. Стабильные гибриды. Каждый год в нашем портфеле гибридов они занимают в пределах 90%. То есть стабильность, высокое качество поставляемого семенного материала. Это нас, в принципе, вполне устраивает, и мы занимаемся с ним уже длительное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова